Сергей Гуруль, «Смор день за днем». Вы когда-то прокомментируете выступление на турнире, что получилось, что не получилось? Да ни хрена, ничего. А с чем связываете? Ну, тяжело сказать. На самом деле шансы были. Если говорить вкратце, то, наверное, какие-то мячи, которые не хватает какой-то уверенности, то, чтобы этот матч перешел в мою сторону, и тогда, может, все бы сложилось иначе. Таких матчей, к сожалению, были, они будут. Просто надо стараться как-то это перебарывать и выиграть такие матчи. И тогда будет все в дальнейшем гораздо лучше. Еще вопрос. Корен, есть ли сейчас такое ощущение, что все мысли все-таки не находятся с вероточником в связи с рождением сына, или все равно стараешься сконцентрировать и бояться как-то забыть о том, что такое важное событие в жизни произошло? Нет, вообще, честно говоря, если бы мысли были бы забиты, то я просто не приезжал бы сюда. То есть я тренировался в Москве две недели, да, было ожидание рождения сына, но наоборот это очень позитивные эмоции, которые мне придали гораздо больше энергии. Но тут как бы дело идет о теннисе, о психологии и больше реально об игре на корте, нежели о мыслях о семье. Это норме. Позвольте себе вопрос. Мы уже и у Андрея Рублева, и Евгения Доскова спрашиваем в этом зале по предстоящему матчу Кубка Дэвиса. Собственно, сильный у нас состав. Как вы, собственно, оцениваете нашу команду? Может быть, уже обсуждали с ребятами, что действительно есть очень хорошие шансы и даже что уж там, выиграть в основном? Нет, честно говоря, мы с ребятами вчера собирались. Если все будут, главное, здоровы и, ну, то есть, к концу года, да, опять же, Таня там будет точно играть итогово и все будет зависеть от. Мы с Андреем будем играть в последние турниры и, конечно же, пока что все собираются играть в нашем лучшем составе. И если все сложится так, как мы планируем, то, надеемся, да, будем бороться и очень хочется выиграть, честно вам скажу. Ну и вот так, пожалуйста. В каком случае сезон вы для себя назовете удачным? Это еще может случиться, если, например, отберете на итоговый и выиграете его? Конечно. А почему нет? То есть удачный только если я первый закончу? Нет. Пока сезон складывается похуже, чем предыдущий, я, наверное, в этом смысле скажу. Честно говоря, он складывается, если мы берем очки и рейтинг, он складывается точно так же, как в том году. Просто иногда, мне кажется, в этом и проблема, в этом и есть психология, про которую я говорю. То есть чем выше ты становишься, тем больше ты от себя ждешь и ожидаешь. И вот это ожидание, оно тебе в большинстве случаев и мешает. То есть ты думаешь, что ты все, сейчас там девятый, не важно, восьмой, ты десятки, ты ждешь, что ты будешь выигрывать. Понятное дело, люди все ждут. То есть и вот эта ответственность, которая на тебе лежит, пока что я с ним не справляюсь. Раз уж вы так важно уже сказали про психологику, конкретно вы как на ней работаете? Ну вот в данный момент, в июле я начал работать с Олей Гриленко. У него были такие ситуации, да я думаю, у всех, конечно, были такие ситуации, когда ты проигрываешь какие-то турниры подряд, несколько матчей, и начинаешь с этой неуверенности, и в голове какие-то мысли, да, которые тебе мешают, и которые вносят сомнения. Когда ты уходишь на корт, где, куда бить, когда ты начинаешь думать об этом, то это все идет против тебя. И поэтому вот сейчас работаем с Олей параллельно со своим тренером, который мне помогал в этом. И надеюсь, что это поможет. Да, Ильяна, пожалуйста. Как вы считаете, у кого из наших оставшихся ребят самые высокие шансы и планируете ли смотреть сегодня матчи, досматривать и смотреть матч в игру? Ну, опять же, конечно же, если судить по игре объективно, то Даня, наверное, он и показывает, наверное, последнее время лучший теннис, который он играл. То есть, если ничего не будет болеть, и он также будет играть, то, конечно же, у него большие шансы. Но, опять же, каждый матч он может сложиться по своему, не знаю, какой счет. Сейчас, если честно, я даже не следил. Кто или? Кто или? Ну, поэтому посмотрим, как он закончится. И, опять же, к своей стороне играть не легко, но как только ты приезжаешь на дикой уверенности после финала US Open, я думаю, что он не парится. Поэтому на этом, на этот счет. Он будет вас смотреть, будете ли? Смотреть? Ну, сейчас, если вы меня отпустите, то, что мы все-таки смотрим. Да, Мария, давайте два по цене попросим. Вы сами тоже сказали, что в Аистане играется нелегко. А почему и? Ну, опять же, как я говорю, ответственность, давление. Мне кажется, это у каждого своя психология, каждый по-своему, наверное, воспринимает какие-то вещи. То есть, например, честно скажу, в том году в Москве я безумно хотел выиграть. То есть, опять же, такие же матчи были в начальном, но я их прошел, я их выиграл, и потом отпустил, и я выиграл турнир. Тут, наверное, то же самое. Только просто, когда ты до, например, приезда в свою страну играешь не так результативно, то больше, так сказать, сомнений, наверное, больше неуверенности такой, которая присутствует. То есть, тут, опять же, разные ситуации, и ты можешь безумно хотеть, а это может в итоге пойти против тебя. Точно так же. Поэтому, наверное, просто хочется, конечно же, в своей стране играть хорошо и выигрывать. Это главный фактор. Давайте самый, еще давайте последний, два. Скажите, пожалуйста, вам предстоит напряженный график в конце года. Вам надо защищать очки по Кремлю, Берси, там очень много, да? И китайская серия тоже тяжелая, с перевернутыми. Как вот сейчас у вас ощущения по кондициям, по физике, психологии? Хватит до конца сезона? А, значит, вообще как вы себе представляете себя? Да я вообще не думаю о защите очков, потому что каждый год ты набираешь экзамен. Поэтому, что надо ждать? То есть, я, получается, с января должен был ждать, как только у меня сгорят очки, за Берси, но я же не буду этим заниматься. Поэтому, ну, тут больше зависит от того, просто как ты, как ты играешь. Вот каждую неделю, как ты приезжаешь на турнир. То есть, ты приезжаешь на турнир, ты хочешь сто процентов его хорошо сыграть, правильно? Поэтому, сгорят очки, допустим, за Москву, а потом ты выиграешь Лену, то ты не расстроишься на этот счет. То есть, ну, тут у нас в теннисе, поэтому и присутствует очень много турниров, и это иногда, и это иногда, ну, как бы, играет против тебя, иногда играет в твою позу. Потому что, если ты проигрываешь больше, то ты грузишься, ты паришься на этот счет, да? Если ты выигрываешь больше, то все идет гораздо проще в голове, если мы говорим про психологию. То есть... Да, Сирки, спасибо. Можно? Два очень коротых вопроса, одна сложная. Как думаете, кто первым из русской тройки, Медведев-Харчанов-Рублев станет первым ракетом мира? Давайте, мы не поменяем, так будете спрашивать. И второй вопрос. Насколько я понял, у вас сын назвали Давидом? Да. А почему выбрали это имя? Расскажите. Ну, оно международное, и, так сказать, и кавказское, и армянское, и международное. Нет. В честь Давидов-Давидов? Нет. Точно о нем я не думал, этого года. При этом я его уважаю, как-то естественно, спасибо вам. Спасибо. Большое, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ